Друзья, всем привет! Сегодня будет не совсем обычное видео. В этой серии мы никуда с вами не поедем, не будем путешествовать, не будем открывать новые места. Я хочу поговорить с вами о тех вещах, которые сопровождают нас во время путешествий. Потому что как бы ни была удобна наша прицеп капелька фисташка, но одной ее будет недостаточно. Нужны еще дополнительные вещи, которые сделают ваш быт и поездки более комфортными и удобными. Сразу хочу оговориться, что все те вещи, которые я вам сегодня покажу, это только тот набор, который приобрели для себя мы. В вашем случае он может быть как больше, так и меньше. Ну что ж, поехали! Итак, первое, но не главное по значимости, а просто первое по порядку. Вам потребуется обязательно походный стол. У нас это стол Outventura, покупали мы его в магазине, по-моему, Sportmaster. Сумму, стоимость его называть не буду, потому что она может меняться в зависимости от курса доллара или от года, когда вы будете это смотреть. Обычный стол, но у него есть два, так скажем, существенных плюса. Первое, это то, что у него регулируется высота ножек. И то, что у него вот эти вот подпятники, на которые он опирается, они тоже с регулировкой. Почему? Потому что вы можете выставлять его более ровно на неровном рельефе. Второе, это стулья, на которых вы будете сидеть. Обратите внимание, что у нас есть одно походное кресло, называемое в семье кресло Босса. Ну, в основном его использую я, ну, а когда я его не использую, оно достается всем остальным. И мы прикупили еще дополнительно три вот таких вот, можно назвать, рыбацких стульчика складные. Почему именно такой выбор? Дело в том, что если бы мы взяли четыре больших стула, то они бы занимали очень много места в багажнике машины. А вот эти вот три стула, они прекрасно помещаются внутрь самого стола, когда он складывается. Далее, это палатка, палатка туалетно-душевая. Она универсальная, приобретали мы ее в магазине Декатлон. Фирма-производитель Куча, Кешу. Не знаю, как правильно, к сожалению, это читается. Если что, поправьте меня в комментариях. Удобство этой палатки в том, что у нее внутри есть специальные отсеки для хранения туалетной бумаги. Или смартфона, если вы без него не можете сходить. Есть специальные крепления для лейки душа. И самое главное, это отсутствует крыша. С одной стороны, это может показаться неудобным, потому что если будет дождик, он будет капать вам на голову. Но поверьте, мы в Карелии тестировали ее, купались, грели воду для душа, купались. И вот она обеспечивает максимальную вентиляцию. Иначе в ней будет просто эффект бани, и вы там, ну, можно сказать, что вы практически задохнетесь. Палатка быстроразборная. То есть ее достаточно просто достать из футляра, и она автоматически разворачивается. У нее вот такая вот молния. Для того, чтобы можно было ее открыть. Ну и устанавливается она с помощью колышков в земле. И также присутствуют верхние крепления, куда можно привязать. Вот в нашем случае мы привязали веревочки, и также вбить на колышки. Или, как мы делаем, просто привязываем в баклажках с водой. Тоже вариант. Чтобы не колотить в каменный грунт еще лишние коле. Идем дальше. Соответственно, если есть туалетно-душевая палатка, то и должен быть туалет. Туалет у нас фирмы Тетфорд. Это известный мировой лидер в производстве биотуалетов. Модель Порто Потти 165. Отличается она увеличенным нижней емкостью для сбора серой жидкости. Ну, понятно почему. Потому что семья большая, 4 человека. Пользоваться туалетом очень удобно. У нее есть вот такая вот крышечка. Сидушечка сама тоже поднимается, опускается. Достаточно в нижнюю часть залить специальную жидкость производству также фирмы Тетфорд. Которая нейтрализует запахи, ну и разлагает все содержимое, которое там накапливается на... Превращается это в бесцветную, непахучую серого цвета жидкость. А сюда в верхнюю часть заливается вода и тоже специальная жидкость, которая помогает нейтрализовать дополнительные запахи при сливе. Следующий обитатель палатки это переносной портативный душ Кешуа Кечуа. Также от компании Декатлон. В чем его преимущество? Его очень удобно использовать. Каким образом? Мы вот таким вот движением откручиваем насос, наполняем с помощью воронки его водой. Можно холодной, можно горячей водой, которую вы предварительно подогрели. Мы делаем так в холодное время. Набираем половину холодной воды из баков и потом наполняем ее двумя кастрюлями двухлитровыми с подогретой водой. В принципе получается нормальная температура. Дальше закручиваем насос, накачиваем небольшое давление, чтобы у нас душ принял свою форму. Подключаем шланг лейки. Дальше нагнетаем уже рабочее давление. Можно качать, не опасаясь то, что вы его перекачаете. Почему? Здесь есть специальный аварийный клапан сброса и в случае, если давление превысит нормативное, он просто сбросит избыток давления. Дальше пользоваться можно как обычным душем дома. Вы нажимаете только кнопочку. Давайте поднимем еще побольше давления. Нажимаете кнопочку и вода льется. Все. Естественно, если в поездках вы пользуетесь туалетом и душем, то вам потребуется вода. Воду с собой в поездках мы берем вот в таких вот канистрах. Помимо того, что у нас в самой фисташке 30 литров бак, мы еще набираем одну 30-литровую канистру и одну 20-литровую. Можно также с собой еще приобрести питьевую воду, что мы и делаем в 5-литровых баклажках. Вот, в принципе, такого объема нам хватает на 2, максимум 3 дня в зависимости от того, как часто вы будете мыться. Если каждый день, то максимум на 2 дня. В поездках воду мы пополняем на различных стоянках, в кемпингах, если мы в них останавливаемся. Можно набрать воду, например, на мойках самообслуживания. Можно вообще просто в деревне где-нибудь проездном постучаться во двор, попросить налить воды, очень редко, когда отказывают. Ну и водонапорные колонки в городах у нас еще тоже, слава богу, никто не отменял. Переходим к кухонному отсеку. Ну, рассказывать о том, что необходимо купить посуду, ложки, вилки, тарелки, чашки, я, конечно, не буду. Вы сами знаете, что еще вам потребуется. Кастрюли, потребуется обязательно вот такого вот плана. Чайник лучше со свистком, потому что на природе так много отвлекающих факторов, что желательно, чтобы он вас предупредил о том, что вода готова. Но, что точно вам потребуется и что вы, скорее всего, могли и не знать, это то, что нужна газовая плита. Мы плиту приобрели даже уже не знаю где. И она у нас работает вот от таких вот 220-миллилитровых баллонов. Плита есть двух вариантов. Это, которые работают только от таких баллонов и которые работают еще дополнительно от 5-литровых таких больших газовых баллонов. Вот лучше берите универсальными, с двумя типами подключений. Значит, привезти плиту из походного состояния в рабочие достаточно просто. Во-первых, она транспортируется в специальном чехле, в такой сумочке в пластиковой. Вот. Вы ее достаете, переворачиваете подставку, открываете крышку, вставляете газовый баллон, закрываем крышку, нажимаем клапан, баллон подключается, все, это клапан аварийный. Дальше с помощью пьезо-розжига мы ее зажигаем, вот она загорелась, не знаю, видно вам или нет. Все, регулируем подачу. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на сами, скажем так, форсунки. Подсними, Марин, пожалуйста. То есть они бывают разные. Бывает, где горит один маленький огонечек, а бывает вот с таким вот большим-большим-большим количеством отверстий. Посмотрите, вот чтобы именно было вот так, потому что должно быть рассеянное пламя, оно более эффективно нагревает воду. Еще одна неочевидная в поездках, в путешествиях вещь, это термос. Казалось бы, зачем он нужен, если есть плита и всегда можно нагреть что-то. Когда вы нагреваете чайник, у вас обычно остается какое-то количество теплой воды, которую вы не рассчитали, налили чуть больше. Вот здесь и пригодится термос. Вы не выливаете эту воду, не даете ей бесследно, просто бесцельно остыть, а переливаете ее в термос. И тем самым, например, когда вы приехали, остановились, вам нужно помыть посуду или быстро сделать чай, у вас уже есть горячая вода. Как минимум на полдня вперед. Обратите внимание, что поскольку у нас в нашем прицепе не предусмотрен серый бак для воды, то вся та жидкость, которой мы пользуемся, она хотя и выливается в накопительное ведро, но потом нам приходится это все выливать где-то на природе, под дерево и так далее. Если мы будем пользоваться химией, то, соответственно, мы будем наносить природе непоправимый вред. Поэтому, чтобы этого избежать, позаботьтесь о том, чтобы приобрести вот такие вот специальные различных фирм, я сейчас никого не рекламирую, биоразлагаемые средства. Это мыло для рук, ну, то, что нужно в поездке, и такое же средство для мытья посуды, которое можно выливать на траву, под дерево, и это не нанесет природе никакого вреда. Конечно же, в поездках на природу вам не обойтись не только без плиты, но и без мангала. Мангал, я думаю, у вас есть свой, и к которому вы уже привыкли, а вот не очевидные вещи, которые лучше всего использовать в поездках и на кемпингах. Это, первое, средство для розжига углей. Вот такая вот газовая горелка, которая одевается на стандартный газовый баллон для плиты. Вот таким вот образом. С помощью пьезорозжига она разжигается, и можно без керосина, без разведения открытого огня в течение буквально пяти минут нагреть ваши угли. Да, кстати, и уголь мы тоже обычный уже не используем. Мы приобретаем специальные угольные брикеты, которые выглядят как такие подушечки прессованные. Во-первых, они горят до трех часов и стабильно держат жар, а во-вторых, их намного удобнее с помощью газовой горелки разжигать. Поскольку наш прицеп-трейлер не очень большой, стала проблема хранения обуви во время ночевки. Мы вышли из положения следующим образом. В Икеа мы приобрели вот такой вот ящик с крышкой, куда мы складываем обувь и ставим его под наш трейлер ночью. Соответственно, если идет дождь, обувь не намокает и прекрасно там хранится. Теперь пару слов об электрической компоненте нашего путешествия. С собой я беру две вещи. Во-первых, это автоматическое зарядное устройство для аккумулятора. И вот такой вот преобразователь напряжения с 12 вольт на 220. По поводу него, для чего он нужен? Ну, для того, чтобы можно было его подключить к штатному аккумулятору фисташки и получить 220 вольт на выходе для зарядки электробритвы, для зарядки ноутбука, то есть всего того, что работает от 220 вольт. А зарядное устройство служит для того, чтобы можно было подзарядить аккумулятор. Например, на кемпинговой стоянке, подключившись к внешнему источнику электричества. Но если вы стоите где-то на природе и подключиться к внешнему источнику питания у вас нет возможности, на небе, вот как сейчас, сгустились тучи, а напряжение в вашем аккумуляторе стремительно тает, не отчаивайтесь, всегда есть выход. Нам пригодится вот такой вот кемпинговый удлинитель. Я, к сожалению, не помню, идет он в базовой комплектации или стоит как-то его заказывать отдельно при покупке фисташки, но суть не в этом. Что мы делаем? Мы подключаем его к фисташке, протягиваем до нашего автомобиля. Под капот автомобиля мы ставим трансформатор, то есть забираем 220 вольт, переводим их в 200. С помощью этого провода заводим 220 в наш прицеп-трейлер. И здесь уже нам как раз-таки потребуется автоматическое зарядное устройство, которое мы подключаем к аккумулятору фисташки. Все предельно просто, у вас автомобиль работает как удаленный дистанционный генератор. Несколько раз летом мы сталкивались еще с такой ситуацией, что заезжая в кемпинг, из-за большого количества автодомов и палаток нам не получалось остановиться рядом с кемпинговой розеткой. И хотя свободные розетки имелись в наличии, но находились они в нескольких десятках метров от нас. И штатного провода нам просто не хватало. Поэтому на всякий случай я увожу с собой пару 5-10 метровых удлинителей, самых обычных бытовых, для того, чтобы этой проблемы избежать. Еще две вещи, без которых не мыслим наш отдых. Первое, это вот такая портативная USB гирлянда, которая сделает ваш отдых более приятным и ламповым. Ну и фонарик, потому что ночью на природе очень тепло, без фонаря совсем никак. Ну и последний в нашем списке, но, конечно же, не по значимости, это холодильник. У нас вот такой вот фирмы АВС, достаточно компактный, по-моему, что-то около 20 литров. Но самое главное, при покупке, обратите внимание, чтобы он работал обязательно и от сети 12 вольт, и от сети 220, чтобы при стоянке в кемпинге вам не пришлось тратить ваш аккумулятор, и вы могли его от внешней сети запитать. Ну а при выборе, обращайте внимание на бюджет, конечно же, компрессорные холодильники, они более экономичны, но и ценник-то у них, соответственно, немного выше. Вот такой вот получился у меня обзор. Напомню, что я не претендую на составление самого правильного списка. Это абсолютно те товары, которые выбрали для себя мы. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok